Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава пророка Иезекииля. Я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. В восьмой главе у нас начинается второе видение. Первое видение были первые семь глав и обсуждение этого видения и всего, что из него следовало. А восьмой начинается новое. 592 год до н.э. Иерусалим будет разрушен в 586, то есть совсем скоро. Но еще несколько лет есть для того, чтобы как-то среагировать на эти видения. И вот Иезекииль вместе со многими другими израильтянами находится уже в Вавилонском плену. Не сразу всех угнали, а было несколько партий переселения. Вот. И Иезекииль, сидя, собственно, уже в доме вместе со старейшинами израилевыми, то есть вот весь цвет общества собрался, видит про Иерусалим некое таинственное видение. В восьмой главе мы читали, рассказано о том, какие языческие культы процветают прямо в самом храме, вообще во всем городе и во всей стране. Ну, а в девятые практические выводы из этого. Потом он, это некий ангел, подобный огню или подобный человеку, возвал ко мне. Пусть приблизятся истязатели города и в руке у каждого оружия, несущая смерть. Интересно, что ангел взывает не к истязателям, они, очевидно, и так бы приблизились, а он как бы комментирует происходящее для пророка, для Иезекииля, объясняет ему смысл. «Тогда шесть человек спустились от верхних ворот». Обратим внимание, здесь уже неподобие человека. Ангел, он подобен человеку, но на самом деле неподобен, потому что он огненный и сияющий. А это вот люди. Город будет разрушен людьми, не ангельские полчища. «И в руке у каждого оружия, несущая смерть». «Тогда шесть человек спустились от верхних ворот, что выходят на север. В руке у каждого было оружие, несущая смерть. Среди них был один, облеченный в льняной одеждой, на поясе у него был песцовый прибор. Карманов не было, вешали на пояс в основном то, чем пишут. А писали, была такая заостренная палочка, и были чернила, они в основном были сухими, и баночка с водой, чтобы макать эту палочку заостренную в воду, а потом капельку спустить на чернила, и, соответственно, они разводятся в этой воде, получаются жидкие чернила, которыми можно писать. «Они вошли и встали подли бронзового алтаря». И слава Бога Израилева, напомню, что то, с чего начинается книга «Изеки» или «Видение славы Бога Израилева», и в предыдущей главе мы говорили о том, что она находится в этом храме, что там языческие идолы, там языческие культы, но и слава Бога Израилева тоже там. Она может быть в Вавилонии, она может быть в Иерусалиме, но в Иерусалиме ей приходится, что называется, жить в некой коммуналке по соседству с языческими богами, и ее явно это не устраивает. И слава Бога Израилева сошла с херувимов, на которых она прибывала к порогу храма. То есть вот храм – символическое место пребывания, такая вот резиденция Бога среди народа Израиля. Естественно, символическая, естественно, физически он там не присутствует в телесном некотором облике. Но вот здесь такой образ царя, который возвращается из похода и идет к своему дворцу, сходит с колесницей, вот в этом видении. Так слава, по сути дела, образ Бога. Подозвав человека, облаченного в льняную одежду, а лен, кстати, считался таким более дорогим материалом, поэтому все священные облачения были льняными всегда. Облаченную в льняную одежду с пиццовым прибором на поясе Господь повелел ему, уже вот названа не слава, а просто Господь, «Пройди по городу, по Иерусалиму, и сделай знак на лбу у тех, кто вздыхает и скорбит о всех мерзостях, что творятся в нем». Вот как отделить, ну, скажем, людей, да я даже не скажу праведников, людей, которые на Божьей стороне, а тех, кто не на Божьей стороне, вот они совчают какие-то праведные поступки, они борются с угнетением, борются с язычеством. Не обязательно. Кто вздыхает и скорбит. То есть граница, на самом деле, прилегает между теми, кто всем доволен, вот ситуации языческих культов, насилия. Ну, все же так живут, все же хорошо. Чем мы хуже? Если не ты, то тебя. И теми, кто этой логики не разделяет. А может быть, он сам и как-то, ну, нехоть участвует в этом всем, ну, приходится. Может быть, он не выступает как-то особо активно против. Может быть, он вообще не очень хороший человек. Но он вздыхает и скорбит. В нем осталась вот эта тоска по подлинному общению с Богом. И этого достаточно. А остальным сказал так, что и я услышал. Ступайте следом за ним и разите безжалостно и беспощадно. Старика, юношу, деву, женщину, детей. Только не приближайтесь ни к кому, на ком будет знак. Начинайте с моего святилища. Вот, собственно говоря, у Иезекииля показана технология того, что каждый из пророков, абсолютно каждый, описывал как месть, наказание, кара Господня. И при этом говорил обязательно, но сохранится остаток в Израиле. С другим народом это не гарантировано. Более того, как правило, этого не будет. А в Израиле сохранится остаток. Что это значит? А вот смотрите, те, кто сохранил в себе хотя бы стремление к вот этому общению с Богом, к жизни по заветам его, они остаются. И все остальное, с точки зрения Бога, это уже абсолютно испорченное поколение. Это то, что уже не может войти в будущее. И они начали со старейшин, которые были перед храмом. Еще он сказал из Израиле, «Оскверните храм, наполните дворы убитыми, ступайте». И они отправились убивать людей в городе. Вот, а почему же начинать с храма? Ну, потому что храм, как мы читали в 8 главе, есть центр этого языческого культа в Иерусалиме. Потому что храмовое пространство, особое пространство, священное пространство, к нему предъявляются особые требования. И когда языческие культы процветают в самом иерусалимском храме, это означает, что наивысшая ответственность лежит как раз на священниках, старейшинах, на тех людях, которые в храме служат. В конце концов, простой народ глядит на них и говорит, о чем мы тоже так можем. И хотим, и будем. Поэтому храм не просто становится местом начала резни, храм оскверняется. Это общее представление всех язычников и верующих в единого Бога, что священное пространство свободно от убийства. И во всех древних культурах человек, которого хотели убить, часто делал следующее вещь. Он прибегал в храм и хватался за жертвенник. И какие бы там ни были убийцы, злодеи, бандиты, они не убивали его, пока он держится за жертвенник, потому что он держится за Бога, грубо говоря. И убить его, держащегося за жертвенник, если он, допустим, долго там был, он себя ниткой привязывал к жертвеннику, чтобы он уснет, он отпустит руки, а все-таки он был соединен с ним физически. Вот сделать это означает оскорбить Бога. А здесь Бог говорит, наполните дворы убитыми, все, начинайте вот резню прямо здесь в храме, прямо у святилища. То есть это уже не святилище. Люди, которые в этом самом святилище проводят языческие ритуалы, которые ставят там языческих идолов, они уже превратили его во что-то другое, соответственно, вот вся эта защита им не поможет. Одновременно это значит, что Иерусалим, он, собственно, как тот человек, который держится в минуту смертельной угрозы, за жертвенника, говорит, вот меня нельзя убивать, я за жертвенник держусь. Так весь город Иерусалим держится за свой храм и говорит, меня нельзя убивать, у меня же тут храм, да? И Господь говорит, да с храма и начнем. И они отправились убивать людей в городе, но уже после святилища. И вот они отправились убивать, я остался там, и Павел Ницца закричал, «Владыка Господь, неужели ты погубишь остаток Израиля, когда прольется твой гнев на Иерусалим?» Остаток, вот, понятно, что многие погибнут, но будет ли остаток сохраниться, или вот это количество людей, которые все же войдут в будущее, какое-то другое будущее? А он ответил мне, «Огромная вина дома Израиля в Иудина, так она огромна! Эта страна полна крови, этот город полон порок, а они считают, что оставил Господь эту страну, что Господь не видит, зато я их не пощажу, не помилую, обернул против них, что сами они творили». То есть они говорят, Господь оставил, с одной стороны, это вроде как печально для них, он не придет на помощь, а с другой стороны, ведь это же вседозволенность. Господь оставил, кот спит, мыши в пляс, то есть он нас не накажет, он ничего плохого нам не сделает, мы будем делать, что мы захотим. И как раз Господь и говорит, «Я вас не оставил, но я могу не только защищать, я могу и наказывать». А человек, облаченный в льняную одежду и с письменным прибором на поясе, дал ему ответ, «Я сделал все так, как ты мне велел». То есть отметил вздыхающих безобразия, которые творятся в городе, и обратим внимание, что он тоже человек. То есть смотрите, люди совершают эту резню, то есть Иерусалим будет погублен человеческими руками. Более конкретно, вавилонское войско его возьмет и разрушит. Но и вот это сохранение людей вздыхающих, это тоже человеческое дело. Он даже не пророк, он какой-то скорее чиновник, кто ходит и ставит некий знак. Понятно, что это все символически. Иезекииль увидит это в видении, это не физический какой-то процесс, он развернется несколько позже и будет выглядеть немного по-другому. Но обратим внимание, что вот эта роль сбережения тех, кто все-таки хотя бы вздыхает, она тоже человеческая. То есть человек — это не бессильное существо перед лицом всех этих опасностей. Он может сделать хотя бы что-то. И может быть, когда совсем ничего не удается, когда полностью все рушится, когда падение города, когда кошмар, ужас. Единственное, что остается, это отмечать тех, кто вздыхает. И это вполне в человеческих силах. Но 10 глава продолжит это видение.